Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Дарина Маркина не хочет строить отношения с новеньким Дмитрием Гусаковым. Она считает, что он слишком легкомысленный. Кристина Ослина много времени проводит с Виталием Малышевым, но она стала в нем сомневаться после того, как он флиртовал с другими. Новой ведущей Дома-2 стала певица Ольга Орлова. Пилотный выпуск с ее участием уже отснят. Мама Таты Абрамсон Марина Тристановна сменила имидж. Состоялась премьера спектакля с участием Бузова и мужчина на расхват. Журналисты пишут, что спектакль прошел с большим успехом. Было много улыбок, смеха и позитивного настроения. Нервы Оли Рапунцель не выдержали издевательств, ее бойфренда Димы Дмитренко. В недавнем эфире она закатила истерику с душераздирающими криками и рыданиями. Девушка была доведена до отчаяния и даже грозилась свести счеты с жизнью. Она выбежала на улицу и в истерике заявила, что хочет повеситься. Сейчас Рапунцель пришла в себя и говорит, что у нее просто был нервный срыв. «Мы с приветом у всех бывает», – пишет она. «Мы все не идеальные». Бузова снова троллит бывшего мужа и его девушку Настю Костенко. Она опубликовала видео со своей собакой и ее миской. Марина Африкантова рассказала о том, как она переживает стресс. Впервые за много лет она осталась на проекте без поддержки и защиты. Марина рассказала, что у нее отсутствует аппетит, в последние дни она ничего не ест. Также она тратит последние деньги, скупая в магазинах все, что нужно и не нужно. Вика Романец сравнила женщин с яблоками. «Самые вкусные», – написала она, – «висят на самой макушке дерева». Многие мужчины не хотят лезть на дерево, потому что боятся упасть и удариться. Вместо этого они собирают упавшие яблоки с земли, которые не так хороши, но доступны. Саша Артемова призналась в любви Жене Кузину. «Он самый лучший мужчина в мире. Он сильно любит меня, иногда жалеет и помогает мне по домашним делам. Он самый щедрый. Он знает, как зарабатывать деньги. Третий класс сочинения «Мой папа» смеются над Артемова и ее подписчики». Ольга Ветер рассказала про халатность Глеба Жемчугова. У Ольги заболел сын, сама она тоже приболела. Она решила сходить в салон красоты, заранее записалась и договорилась с Глебом, что тот посидит с Мишей около трех часов. Но в назначенный день Глеб не смог прийти. Оказалось, он перепутал даты прилета, поэтому опоздал. Марина Мельсика рассказала, что ее просят очень много людей, чтобы она вернулась на Сейшелы. Но девушка пока не хочет возвращаться. Недавно ей изменил любимый, и она пока не готова строить новые отношения. Вика Берникова нелестно высказалась о Жене Феофилактовой после встречи с ней на программе «Прямой эфир». «Женя, я давно тебя знаю», – написала Вика. «Хочу сказать одно. Деньги и время очень меняют людей не в лучшую сторону». Бывшая участница телепроекта Таня Ахулкова сделала пластическую операцию. Она увеличила себе ягодицы за счет пересадки жира. Жир был взят с ее бедер. Надя Ермакова опубликовала фотографию в свадебном платье. «Примерка платья – дело хлопотное», пишет она, но приятное. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.